Всем привет! Только я вам похвасталась, как тут солнечно-жарко и светло, как сталось серо-пасмурно и темно. Хочется чего-то солнечного, светлого поднять себе настроение, а не спать весь день от того, что солнца нету. Да, поэтому я наделась на самый солнечный сегодня новый такой свитер. Так он нравится вообще, я в шоке. По скидке купила. Думали, что зима закончилась, а нет. Это у нас коллекция от Чагавана. Да, не проверяйте информацию. И носочки тоже сегодня такие в цвет, с пантерками, такими розовыми пантерочками. I'm a queen! Сзади на носках написано I'm queen. В общем, какой-то прям такой тухлый день, и в этот тухлый день я поняла, что надо чего-то солнечного, чего-то такого легкого, приятного. Поэтому я решила, что надо вернуться к нашим солнечным и приятным детям. К тому же, да, я вам там обещала ролик. Пора обещанец-то выполнять, вот. И в общем, в Чадо и Задо у меня есть один выпуск, который я не смотрела, но который очень хочется посмотреть. Поэтому, да, моя хорошая, кодл там на бель, на софа. Берите ваши хорошие вкусные вкусняшки. Сегодня у меня будет кровь выспавшихся людей. Хорошо. И давайте смотреть Чадо и Задо. К нам в проект обратилась семья Солодковых из Москвы с просьбой срочно перевоспитать их сына. Меня зовут Денис, это Наталья. Добрый день. Будто директор школы и преподавательница музыки какой-то. Ну что, выглядит серьезно. Неужели они тоже хотят перевоспитать полностью своего ребенка? Вращаемся к вам с просьбой перевоспитать нашего сына. В последнее время Костя стал очень зависим финансово от своих хотелок. Вам тут не грустно от того, что вот вы 16 лет воспитывали ребеночка, там, вкладывали в него все свое, что вы там могли, там, деньги, любовь, как-никак. И потом просто все, на смарку, все. Мы поняли, что таким мы его не хотим. На, забирай, переделай, пожалуйста, под себя. А мы там потом уже, это, приютим его. Он нам таким тогда и нужен будет. Ну, не обидно, а? Он очень избалован нами. Для него это стало своего рода зависимостью. И каждый раз ему нужно все больше и больше. Когда отдаешь ребенку и не только все финансы, а еще и всю душу, а взамен ты получаешь только новое хочу-хочу-хочу-хочу, это, конечно, расстраивает. Ну а что вы хотели? То есть вы думали, в 14 лет вы ему подарите пони, и он внезапно повзрослеет. Ему встанет в 28 лет. Он уже закончит универ сразу, вот как пони подарили. У него там будет и машина, и квартира своя, и он вообще там самостоятельным полностью станет или что? Или они просто имеют в виду, что им благодарности не хватает какой-то? Спасибо. А мы хотели бы, чтобы на вашем проекте он увидел, что есть семьи, в которых есть уважение к старшим, есть семьи, в которых люди понимают, что не только деньги делают человека человеком. Именно поэтому мы и нашли ваш проект. Ну а что, отдали бы все свои деньги, продали бы квартиру, поехали бы это в деревню жить, чтобы ребеночек с вами вместе познавал эти реалии. Ну что, не поедем жить в деревню? Вообще, только на самом деле забавный стереотип рисуется. Типа, вот богатые, они вообще не знают, как детей воспитывать, а вот люди, которые из более таких простых семей, они вот самые воспитанные. 16-летний Костя Солодков из Москвы учится в 10-м классе на учебной платформе, через интернет и с репетиторами по всем предметам. Ну точно, мажор, сразу видно, сразу понятно. Я просто избранный, я счастливчик. Избранный? Ааа, вот они как выглядят избранные. Избранный наш Костичка. Ммм, хорошо, что хоть понимает, что избранный, иначе это, наверное, ценит. У Кости уже есть два спортивных мотоцикла и своя студия звукозаписи, но сейчас он хочет собственный музыкальный лейбл. Чё? Лейбл? Зачем? Ты что, Тимоти? Куда тебе лейбл? Сначала надо бургеры открывать, а потом лейбл. О боже, они показали его ноутбук? Что это такое? Какие-то клавиши их нету, это для музыкантов, что ли? Они себе клавиши эти выдирают? Так, музыку типа быстрее писать. Или что это? Или вот он решил, что в его жизни вот этим буквам нет места. Он не будет использовать эти буквы. И цифры эти тоже он не будет использовать. И он их выдрал, как знак протеста. Ну, что-то как-то даже не по-мажорски выглядит, если честно. Очень простенько. И ноутбук старый. Фу. Ну всё, беру слова обратно, не мажор. Отец Кости, Денис Солодков, занимается продажей элитных автомобилей. Мама Наталья Солодкова, генеральный директор крупной компании по продаже авиационного топлива. Семья бизнесменов, понятно. В общем, люди занятые, люди при делах, люди, в общем, очень много времени тратят на работу. И, возможно, поэтому как-то и обделили вниманием. Но сейчас всё своё время она посвящает воспитанию младшего брата Кости, двухлетнего Миши, и развитию экологического сетевого проекта. Общий доход семьи 2 миллиона рублей. 2 миллиона? А наград сколько? Это чьи награды? Мальчика или родители? Нет, это собаки. Это всё награды собачки какой-то. Собачка реализовалась лучше, чем ребёнок. Семья Солодковых живёт в трёхэтажном доме в коттеджном посёлке Бристоль, Новой Москвы, со штатом домашних сотрудников, водителями, уборщиками, поваром-гувернанткой. Нивига себе. Ну, вот уже название Бристоль у меня, сад с каким-то тортиком таким вкусным. Ну, да, понятно. За их услуги Солодковы платят 350 тысяч рублей в месяц. Girl, girl, girl. Ну, хорошо, хорошо, когда люди могут позволить себе такое, да, согласитесь? Ну, кто бы ни отказался, ну, правда. Чё мы сидим, завидуем, а? Вот я тоже сижу, завидую. Когда-нибудь тоже стану гувернанткой. Буду получать 350 тысяч рублей в месяц. Ой, заживу тогда. Меня балуют, конечно же, мои родители и все родственники. Бабушка с дедушкой, например. У Кости две бабушки и дедушка. Они тоже москвичи. Костя навещает их, чтобы получить очередной подарок. И они готовы на любые траты ради любимого внука. А родители не жалеют средств на увлечение Кости. Что? 16 тысяч? Ну, вообще, ну, лапшу на уши навешали, конечно. Чё он там понабрал себе? Процессоры какие-то майнить будет, что ли? Миллион четыреста. У семьи доход в месяц два миллиона. А как он себе позволит миллион пятьсот? А? А где дети найдут? Он не закажет, а? Фу, а экран какой загвазданный весь. Он за дурачков нас тут держит с вами вообще. Педагоги по аранжировке и мьюзик продакшену. За сто тысяч рублей в месяц это только часть списка. Ну, слушайте, вообще, мне кажется, что это очень важно. Тратить деньги на то, чтобы поощрять увлечение ребенка. Ну, понятное дело, что в адекватной степени. Типа, ребенок, мне кажется, вот я в каком-то своих видосах говорила, что вот мои дети будут ходить на все кружки. Как вот, еще как можно больше кружков. И мне в комментариях на меня набросились, типа, ты будешь такой мамой, типа, это, у тебя дети будут без свободного времени. Я не это имела в виду немножко. Я имела в виду, что детям надо дать попробовать разное. То есть, возможно, ты отведешь там ребенка на тэквондо какой-нибудь. Ему не очень понравится, там, он поймет на десятое занятие, что это не его. Ну, забери его там с тэквондо, отведи там на рисование, или там на лепку, на музыку, еще куда-то, еще куда-то, пока вот он не найдет то, что ему реально нравится. И дальше уже, ну, вкладывать деньги, насколько возможно, чтобы он там попытался, в общем, в этом развиться. А дальше уже, я думаю, при правильном воспитании сами, в общем, все смогут, всего добьются, и смогут сами уже деньги зарабатывать. Вот я о чем. Так что, ну что, это круто то, что можно денежки тратить на ребеночка, на развитие. Не знаю, каким образом ему удается манипулировать нами. Когда он захотел студию, аппаратура была, конечно же, куплена для него. Своя студия дома, ни у кого такого нету, а у меня есть. Например, вот эта большая колонка, ну, стоит тысяча четыре евро. Это макбук, тысяча три евро. А-а-а, да, вот эти клавиши, а-а-а, ну, постыдились бы показать. О-о-о, это что такое? А почему они так, а, тут зеркальное все? Ха-ха, я думала, что за символ, что это за язык такой непонятный, а теперь поняла. Это звуковая карта, не меньше 500. И наушники тоже приблизительно в этом диапазоне. В последнее время обучение в школе стало мешать Косте заниматься творчеством. Каждый раз, когда у меня концерт, запись или съемка, я прихожу в школу, они меня задалбывают то, что у меня прогул, плохие оценки. Концерт? Это что, у него уже концерты? Ого! А приходят люди? Приходят, но если приходят, то давайте эту школу отменим, на концерты будем ходить. А в какую школу он приходит, я не поняла, он же дома сидит, он же на домашнем обучении. А то он жалуется, что ему надо до компьютера дойти и зайти в школу, это открыть сайт. Блин, так задолбала эта школа, надо постоянно открывать ноутбук, вводить сайт этой школы, заходить в личный кабинет, и там море сообщений про оценки, прогулы, недосчеты. Как они мне надоели. Well, that sounds entitled. Неужели подкупил? Раз Костя не идет к учителям, значит, учителя идут к Косте. Домашнее обучение Чада обходится родителям в 420 тысяч рублей ежемесячно. Ну ладно, ладно, я думала, это он уже про домашнее обучение говорит. Жесть, 420 тысяч рублей в месяц, это даже дороже в несколько раз, чем частная private school хорошая. Мне кажется, я бы своих детей никогда на домашнем обучении не оставила, потому что надо как-то социализироваться. Помимо каких-то hard skills, надо еще soft skills развивать. Мне так нравится, что кто-то подстраивается под мой график. Кость! Что это было? Я просила мне, значит, рано репетиции. Мишку после прививки очень долго не спал, я же попросила вчера. Но по такие звуки я бы тоже не заснула, ребят. А что это за трек был такой? Менять свои планы из-за брата Миши Костя не любит. Почему я должен под кого-то подстраиваться? Под маму, под брата или под папу? Вот, вот, soft skills не развиты. Угу. Сейчас главные требования Кости к родителям – это свой собственный музыкальный лейбл. Для этого потребуется зарегистрировать свой бренд, открыть компанию со счетом в банке с шестью нулями, нанять юриста, бухгалтера, продюсера. Все это должны делать папа и мама. Зачем? Лейбл – это же, по сути, когда у тебя есть много артистов, и ты хочешь их всех продвигать, тебе на каждого нужны там хорошие продюсеры, и вот ты с каждого этого артиста получаешь кучу-кучу денег. Или как это работает? Не знаю. И поэтому ты создаешь лейбл, чтобы как компания, в общем... Короче, я не знаю, как это работает, но у Билли Алиш не было никакого лейбла, когда она там стала, в общем, раскручиваться популярной. Они там просто выложили альбом свой в App Store, в App Music, и все, кайф, они там раскрутились сразу сами. А тут еще лейбл. А Костя будет творить. Когда вы лейбл мне уже создадите? Я хочу собственный лейбл, прошу об этом у родителей, но несколько месяцев этот вопрос подвешен. Я не могу. Такой, какой-то такой абсурд, просто типа... Мама, купи мне строительную компанию. Я хочу быть строителем, хочу делать дома. Мама, купи мне строительную... Ну типа ты же от этого не станешь каким-то хорошим строителем. У тебя от этого не появится сразу много опыта. Мешать спать домочадцам – это стандартная ситуация для Кости. Ночами он пишет музыку. Делай ты нормальное отношение к родителям, и будет к тебе тоже нормальное отношение. Мама меня так раздражает и норовоучает меня каждый раз. Меня это так бесит. Что такое? Я не понимаю. Я не уйду. Пожалуйста, прекрати репетит. Вот что ты бросаешься наушниками, объясни? Я не поняла, что... А, ну вот теперь понятно, почему клавиш нет. Он наушниками бросается вечно. Вдруг реально они ему просто не разрешают нормально музыкоза анимацией. Он там что-то делает, делает, пишет, начинает что-то там петь. Они сразу – да заткнись, ты уже достал, уже писать эту свою музыку, а? Фу, хватит. Посиди лучше в тишине, вот. И из-за этого он ни одного трека нормально не написал, потому что его родители вечно это затыкают. Избавляться от раздражения Костя предпочитает на трассе с препятствиями. Мотокросс с инструктором – еще одно хобби Чада Солодковых. Ну, круто оно. Мои мотоциклы. Мои любимые мотоциклы. Сейчас поедем кататься. Е-е-е, давай кататься. Оу. Когда он захотел заниматься мотоспортом, мотоцикл тоже был купленный. И второй был подарен бабушкой с дедушкой. Вау. Каждый из этих. Я, блин, Кириллу очень нравится на этих мотоциклах кататься. И мы с ним вместе ездили кататься на мотоциклах, в общем, за город. Короче, мне так страшно, это ужас. Я не могу. Любые такие тяжелые предметы, которые я не могу нормально поднять, они меня пугают. Потому что у меня ощущение, что они меня задавят в какой-то момент. В общем, мы ездили, там был какой-то лес. И из-за того, что там очень много катаются на этих мотоциклах, там такая дорожка ужасно неровная. И ты вот катаешься, и прям вот любая кочка, она меня сносит в сторону, потому что я, видимо, очень, очень легкая. Мы с ним 15 минут покатались, и я от страха заплакала. Молодец, Аля, да. Каждое из этих увлечений требует на сегодняшний день уже серьезных капиталовложений. А окупаемости, разумеется, там еще ноль, потому что это только лишь увлечение. Ну, папа уже, как бы, да, просчитал все дебиты, кредиты, сколько в ребеночка было вложено, сколько из него было получено. В общем, ребенок сейчас в плюс не идет. Это у нас главная такая, как вам сказать бы, убыток организации. Поэтому ребеночка надо, конечно, перевоспитывать, чтобы наконец-то начал проносить хотя бы какую-то прибыль. Ну, в общем, да, когда-нибудь переживем, надеюсь, капиталовложений, в общем, окупится. Через два годика ему точно 18 будет, так что, если что, просто отдадим. Экстремальные тренировки Кости это еще плюс 100 тысяч к ежемесячным расходам родителей. Они что-то уже столько сумм назвали, у меня ощущение, что они все эти 2 миллиона просто в этого Костю вкладывают. 400 тысяч репетитора, 100 тысяч это и еще там, и сям, и вообще, и сколько остается-то вообще? Денежку-то откладываем, а? Денежку-то надо это тоже откладывать, копить. Весь бюджет семьи сожрал. После мотокросса Костя вернулся домой, чтобы переодеться для встречи с друзьями. Света! У Кости есть гувернантка Светлана, которая занимается его воспитанием с 12 лет. Одна из ее задач – практиковать его английский. Вот, а знаете, я как преподаватель, бывший преподаватель английского скажу, что это прекрасная практика. Ну вот, прям жизненная ситуация. Вот тебе общайся. О, Боже, ну такая же очень смешная. Что меня больше смущает, то, как он это говорит. Вот эта морская отзывинка! Это кто у нас? Что за дизайнер? Жванши? Сколько стоила эта футболка? Она мне очень нужна. В последнее время как-то он стал слегка агрессивен. Света не должна ни вешать, ни развешивать. Это ее работа, за что мы ей деньги платим? Хочешь, чтобы лежало все по полочкам? Положи на полочку и найдешь его там, где ты положил. Тебе надо на работу ехать. Ты меня послушай. Я разберусь. Разговаривай нормально и с отцом, и со Светланой. Жесть! Вот из этого разговора Костя прямо такой main figure в этой семье. Он будто бы более жесткий, чем папа. Ну понятно, короче, приструнил родителей, приучил их к лоточку. Разговаривай нормально и с отцом, и со Светланой. Попробуй извиниться перед ней для начала. Пойдется. Только попробуй извиниться. В гардеробе Кости Солодкова вещи только известных брендов или одежда от дизайнеров, сшитые специально для Кости на заказ. В этом сегодня я поеду на батл. 300 евро хлопковая. Дал за столбочек. Ну кому вы рассказываете, а? Ну вот кому вы тут это все, вот это, ну... У меня свитер еще больше выглядит дизайнерским, чем эта розовая толстовка. Вот я вас уделала. Это один дизайнер. Да, мы видим, один дизайнер это... Алиэкспресс. Или какой-то H&M. Это футболочка, недавно прикупил. Люксовые брючки от люксового бренда. Люксовые брючки. В Италии покупал. Очень много внимания уделяет своим аксессуарам. Вот, например, они там сходили с друзьями за трусами с носками, простите, да? За какими-то пафосными, да? И раз так 500 долларов ушло. На трусы 500 долларов? Мамочка, ну мне кажется, там такие непростые трусы были, наверное. И носки тоже такие непростые. Такие полорубашки. Тоже дорогие, но, блин... У меня их столько, я их не ношу, потому что... Потому что я рэпер. Что? Я не ношу пол, потому что ты рэпер? Ну, тогда точно рэпер, да. Точно рэпер. Молодец. Точно рэпер, да. В ближайших планах Кости снять клип на собственную песню. Друзья Кости будут сниматься в клипе. И сейчас они собрались, чтобы вместе порепетировать. Другом вижу стиль, он сос как лечо. Один на один с ней заперт навечно. Музыка дала мне силы, теперь двигаюсь дальше, зачем мы сильней. Ну, с чего-то, да, надо начинать. Кстати, насчет клипов. Я уже снял несколько, и новый скоро на подходе. Родители оплатили мне самого крутого клипмейкера. Не буду называть имена клипмейкера, который он хочет себе, но потолок в 300 тысяч будет пробит за снятие клипа. Что? Ребята, там у Моргенштерна, у Славы Мэрилу не такие бюджеты на клипы, вы чё? Нет, просто вы даже если представить, что эта семья зарабатывает 2 миллиона в месяц, при тех затратах, которые они постоянно имеют, 300 тысяч евро иметь на счету, ну это, конечно, да. Ну, это, ну, может быть, там бабушка с дедушкой, конечно, еще помогут, да. Ну, с пенсии возьмут, оплатят, хорошо. Ну, две квартиры продадут. В общем, я очень надеюсь, что этот клип уже готов. Если что, если там кто-то нашел клип, пожалуйста, схиньте, ссылочка в комментариях. Хотя бы как его зовут, а то они там даже не познакомили нас с его сценическим именем. Я хочу, чтобы он стал опять ценить семейные ценности. Чтобы действительно посмотрел то, что люди работают ради заработка, и в 16 лет тоже. Ну да, вот если ему оплатить вот 300 тысяч евро на клип, то, конечно же, вот, ну, сразу поймет, да. Что ж я раньше-то не догадалась? Что ж вы на шоу-то пошли? Надо было второй клип оплатить уже в 600 тысяч евро? Ну, тогда бы вот наверняка бы понял. Я решил принять участие в этом проекте, на самом деле, чтобы немного усыпить бдительность родителей. Они подумают то, что я вернулся, изменился, стал добрее, и, наконец-то, откроют мне собственный музыкальный лейбл. Ааа, понятно, хитрюшка такая. Костюшка-хитрюшка. Ну, в общем, теперь, если концовочка будет добрая, и она будет вся размыта тем, что он сейчас признался, что он это делает чисто для того, чтобы подмазаться к маме и к папе. Я вообще балдею со всей этой семьи. Вот все, что они говорят, я не понимаю, реально, это так все вырвано из контекста, или действительно вот они в таком порядке это все говорят, и что это за мир такой? Я еще, наверное, все еще в шоке с этих 300 тысяч евро. Это, наверное, цена просто вот одного дома, в котором они живут. Ну, дорогие, ну, что? Вот, она мне приносит удачу. О, собрался. Пошли? Водитель приехал. На этом самолете, Миша говорит, полетишь. Возвращайся, сын. Человеком. Пока! Блин, папа очень-очень странный какой-то. Возвращайся человеком. Спасибо, папа. Вот именно это я и хотела услышать от тебя, что ты меня не воспринимаешь как за человека сейчас. На Дальнем Востоке России, недалеко от столицы Бурятии Улан-Удэ, в поселке Заречный, Костю Солодкова ждет семья Аюшеевых. Че, сколько еще? Много надо? Да, все. Все нарежьте. Ой, что-то там готовят, там режут. Красиво так все. Старшему сыну Аюшеевых Данзану 16. Он учится в девятом классе средней школы номер 8. Увлекается программированием и тэквондо. Прям взял с одного маха, разбил эту... Ну вот это вот деревя... Как это слово? Что это за слово? Полено, вот. С одного из маха полено вообще. После окончания школы Данзан планирует отправиться в Новосибирск и получить высшее образование по специальности программист. Данзан это, я считаю, вообще подарок судьбы. Это мой первенец. Я бесконечно благодарна Богу, что первый ребенок у меня такой вот послушный такой. Вот бабушка даже называла его в детстве идеальный ребенок. Ну, знаете, пока так вроде бы даже все неплохо. Меня, конечно, да, смущает то, что она говорит послушный. Типа, ну, лучшее качество ребеночка, когда он у нас послушненький такой, да, делает все, что мы скажем. Но пока, в принципе, ладно, это я уже придираюсь. Ну, крысятничаю. Отец Данзана Вячеслав Аюшеев военнослужащий. Большую часть времени он проводит на работе или занимается хозяйством в деревне у бабушки. Мама Марина Аюшеева преподаватель Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. У Данзана есть младший брат и сестра. Этигелу 11 лет. Он ученик 4 класса, увлекается робототехникой. А Яне 8. Она любит рисовать и шить мягкие игрушки. Ааа, игрушечки! Ой, это про нас. Это про нас. И кошечка у них сладенькая. Игрушечки вяжет. Точнее, шьет. Ой, как все приятно, как все хорошо и солнечно. Все, завязала. Угу. Ладно, шила. Будем шить нашему барсюку-другу. Давай. Еще один дурак для моей кошки. Вот чел. Общий бюджет семьи 60 тысяч рублей в месяц. А Юшеевы живут в собственном доме площадью 80 квадратных метров, в котором три комнаты. Ну, слушайте, это прям очень хорошо. 80 квадратных метров. И вроде бы деньги неплохие для того региона, где они живут. И я, насколько понимаю, у них там свой садик. Еще что-то у них там свое есть. Так что, слушайте, пока прям мечта. И даже вот они показывают виды всякие. Красиво такое, зеленое все. Зимой, наверное, холодно очень. Вот мне это не нравится, что холодно. Но остальном прям чудесненько как-то. Московского гостя Аюшеевы будут встречать по бурятским традициям. Может, мы сделаем наш любимый зеленый чай с солью и маслом? Да, ну давайте. Давайте бузы ему сделаем. Чай с солью и маслом? Блин, ну, если честно, звучит как пытка какая-то. Это как огурцы в сахаре застаивать. Что это такое? Это правда вкусно? Это вкусно? Давайте бузы ему сделаем. Он бузы никогда, наверное, не ел. Бузы – национальное бурятское блюдо из теста и мясного фарша с луком. Какие пельмешки, боже, как в мультиках этого аниме. Они там так рисуют эту еду вкусненько. Вообще аппетитненько смотришь. Вот я заговорила про это, ей захотела. Очень аппетитно выглядят эти бузы. Но чай с солью и маслом – это все еще картошка фрину из нутеллы и все это посыпанное перчиком таким. Вот так это для меня звучит. Два чая сварим. Так, вот столько, наверное, нам хватит. Надо зеленый чай засыпать в холодную воду. И ждем, пока закипит. Когда закипит, мы добавим молоко. Молоко еще! Ой, жуть какая! Масло. Бурятский зеленый чай с молоком, с солью и сливочным маслом подается особым гостям. Это скорее на супчик какой-то похожий, а не на чай. Я с детства ужасно привередливая к еде. Я, во-первых, очень мало ела с детства. И я ела прям, ну вот, очень малый ассортимент пищи. Я картошку до 13 лет не ела, потому что мне картошка не нравилась. А тут чай с молоком, маслом и солью. Для меня это вообще жесть. По правилам эксперимента, такси доставило 16-летнего сына московских бизнесменов Костю Солодкова к дому принимающей семьи в поселок Заречный. Эй, люди! Встречать меня вообще хотите? Даже дверь не открыли. Так эпатажно вошел, конечно. Не открыли дверь, а? А в туалет, когда он ходит, вот как это происходит? Ему тоже всегда дверь в туалет кто-то открывает. Прислуга какая-то в доме. И потом он с другой стороны вот это какая... Как в великолепном веке. Когда закончил это свои дела в туалете, постучал так с другой стороны, и тими открыли. И так у каждой двери, наверное, у них в квартире там подслуге стоит, чтобы двери открывали. Ой! Здравствуйте! Ой, неловко как! Меня зовут Марина. Это мой сын старший Донзан. Это Этигэл. А это наша маленькая дочка, это Альяна. Как тебя зовут? Костя меня зовут. Костя? А папа у вас где? Ну папа сейчас у нас на работе, поэтому... Оскорбился, что ли, что папы нету? Ходак это показывает наши чистые светлые намерения. И белая пища тоже наши чистые и светлые намерения. Гость должен пригубить. Табурятская традиционная пища, молоко. Ой, как он... Смотрит просто как... Смотрит как на какашку какую-то. Ой! Табурятская традиционная пища, молоко. Я не пью молоко. От вкуса молока я готов бежать сразу в уборную. И не буду говорить, что бы я там делал. Убряд не принят, относиться неуважительно. Я просто не знаю, что сказать. Я в шоке. Ну, конечно, да. Ну, если молоко не нравится, ладно, можно понять, что он там не стал пить. Но вот это вот лицо прям... Даже у меня так не получается, наверное. Или у меня лучше получается. Вот это вообще. Ходак. И ты, почетный гость, теперь в нашем доме. Добро пожаловать, Костя, к нам. После встречи семья должна показать Чаду свой дом. Ну вот, здесь мы живем. Я, брат и сестра. А вы что, прям втроем в одной комнате живете? Ну да. Вообще странно. У них же там 80 квадратов. А на что там 80 квадратов? На предбанник, что ли, один? Не знаю. Все-таки у меня какое-то такое... Ну, если нету комнаты, то, конечно, тут уже ничего не поделаешь. Но у меня прям такое строгое представление, что все-таки у девочки и у мальчиков должны быть разные комнаты. Ну, а еще лучше, конечно, чтобы у каждого своя комната была. Чтобы мы могли хотя бы личное пространство иметь, где спрятаться от всех и отдохнуть. Три ребенка в одной комнате. Да еще в какой? Да хорошая комната, кстати. Чисто. Вот да, главное, что чисто. Не знаю, пока даже не придраться. Это такая маленькая гитарка. Называется укулеле. Можешь потрогать? Да, держи. Только аккуратно, она мне очень дорога. Хорошо. Только аккуратно. Очень неловко было. Напугал его так, что он даже не стал бренчать на ней. А что у вас, у всех вещи в одном гардеробе хранятся? Ну да. А что у вас? Шапки не в гардеробе. И вы такие зимой носите? Ну, некоторые в нашей семье, да, носят. А нормальные шапки? Ну, обычные есть тоже. Вот. Не знаю, я бы в такое не ходил. Мне вообще не нравится. Здесь зимы холодные. У них будто такие постановочные обсуждения. Прям они стоят, думают, думают. Так, неестественно. Все предложения выдают. Ну, не знаю, вот кажется, вроде бы такая банальная ситуация. Обычно там шапочки смотрят. Они все равно что-то стоят и так очень неестественно говорят. Ванны у нас нету, только душевая. У вас серьезно нету ванной? Ой. И мне придется в этом душе мыться? Ну, получается, что да. Мне придется в этом душе мыться? Получается, что так. Боже, я надеюсь, они когда следующий сезон будут снимать, не будет настолько постановочно все. Ну, это можно было бы это не ставить хотя бы, не писать сценарий к тому, чтобы они там в эту ванну шли. Донзан и Костя посмотрели дом и пошли во двор. Летом Донзан любит спать в своей походной палатке. Он предложил и Косте к нему присоединиться. Не, я здесь спать точно не буду. Да почему бы не попробовать хотя бы? Я просто думаю, что спать в палатке, а что похож на какого-то бомжа под мостом. Ой-ой-ой, да классно. Кстати, летом мы купили гамачок, рассказываю, когда было это жарко еще. И мы гамак поставили на балкон и попытались, в общем, на этом гамаке ночью поспать. Для меня стало таким открытием, что оказывается ночью так светло. Прямо вообще я не могла заснуть, потому что на улице очень светло. Ну, из-за того, что был такой ветерок, он прям по коже так, этот ветерок, проскальзывает. Из-за этого просыпаешься, в общем, непривычно. Если бы у нас был какой-нибудь тент, мне кажется, что можно на балконе в тенте спать. Прикольно. На природе зато свежий воздух там. В тент никто не забежит. Огородным по большей части занимаюсь я. Поливаю и вот траву вырываю. Красная смородина, вишня, жимовость и ранетка. Ранетка! Что я не знала, что такое ранетка растет? Ранетки-то такие маленькие вкусные яблочки. Мальчик разбирается в растениях лучше, чем я, который 24. Ну, просто, реально. Золотце. Не-не-не, это все не для меня. А Марина тем временем уже готова угостить 16-летнего сына московских бизнесменов буузами и национальным чаем с молоком, сливочным маслом и солью. Ой, я боюсь. Ой. Если честно, мне кажется, я была бы не лучше. Что такое? Ну, бывает, да, непривычно. Этот соленый чай просто ужасно. Наверное, немножко некрасиво так себя вести в гостях. Мне кажется, некрасиво гостям такие вещи вообще давать. Обиделся, что ему эту национальную еду принесли, а она невкусная. Мне кажется, любому человеку, который не знаком с такой кухней, было бы непривычно пробовать такой чай. Хотя кто его знает? Вот может, реально там прям вкусно. Какое-то соленое молоко непонятное. Это бурятский традиционный чай, зеленый чай с молоком. А что ты вообще ешь-то? Какую еду мне готовят для себя? Я не против там какой-нибудь пиццы, пасты или бургеров. Пицца, паста, бургер. Ну ладно, хоть не сказал там это. Фогра, лосось, что там еще бывает? Нет, лучше здоровую пищу. Мясо, овощи, фрукты, молоко. У нас есть правила дома. Мы всегда вежливы с друг другом. Мы всегда говорим пожалуйста. Мы всегда говорим спасибо друг другу. Пока я не понимаю, честно, за что могу сказать вам спасибо. Но я думаю в будущем вы и справитесь. О, май, гад. Ну, это новый уровень. Она с такими еще не встречалась, да. Мне кажется, она больше прям от смеха. Ей наверное просто смешно. Из-за поведения Кости дети у Шейвых в растерянности. Но Марины не падает духом. Ну ладно, давайте все тогда со стола уберем. Ага, все вместе. Все, пошли. донзан не знает как реагировать на выходки кости и спрашивает совета у мамы надо показать ему пример давай вы будете убираться и он наверное он посмотрит как вы трудитесь и я думаю что он присоединится к вам мама мама кстати очень хитрая вот послушайте послушайте ничего не кричит не это не претензий не приявляет не начинает там за умничать там это вот так правильно вот потому что мы так сказали с хитрюшкой короче с хитрюшкой в общем костя костя да ты почему за собой не убираешь ну я вообще никогда посуду не убираю я считаю есть дела поважнее какие например ну вот сейчас мне пришел трек который свели я слушаю его вот и музыка занимаешься да как здорово я делаю свою музыку в жанре хип-хоп рэп я хочу оценить и послушайте а песни которые ты пишешь они аж о чем про деньги про шмотки про все это по моему это уже какая-то старая школа себе вот этих хип-хоп рэперс которые пели про деньги женщин даже вот этот моргенштерн он уже об этом даже не поет потому что все прошло прошла эпоха какие-то не продвинутые учителя у этого мальчика чтобы воспитать костю мне кажется рядом нужен такой человек который ему с ним всегда будет разговаривать методом мягкого влияния постоянно с ним быть в контакте да и вот так вот можно мне кажется любого человека переделать а мама у нас оказывается манипулятор мышка наружка сидит в кустах и управляет всеми я пока даже не могу понять как я к этому отношусь потому что не знаю но какое-то у меня приятное впечатление все равно о семье и дети такие какие-то хорошие вот и чувствуется что любят после обеда кости решил разобрать свой чемодан и не дожидаясь хозяев комнаты выбрал кровать которые ему больше всего понравилось кровать девочки кровать младшей сестры донзана аяны а как как он там поместился то на эту кровать это очень странно же неприятно как-то складывать свои вещи на чужую кровать без разрешения и хозяина является очень дерзким поступком он это вообще ну то что вообще что ли никакой души нет вот этой маленькой девочки отобрать кроватку дух еще и маленькую которая которая самая маленькая защита что-то такое косточка пожалуйста ну хоть это ну девочку не надо трогать это будет комната мальчиков а ты одна как принцесса большой комнате я на все это при кости говорила вы можете как-нибудь поскорее то этот еще вещей до конца хорошо сейчас все будет у треки такие же неловкие где он пытается казаться таким богатым и это успешным как вот эти его фразочки которые типа такие очень edgy но это выглядит больше кринжово чем пафосно ты можешь кота блохастого убрать вообще отсюда сам-то блохастый как раз то что он линяет как раз ну за кота это конечно было лишним костя ну вообще ну шмотки в голову ударили что происходит донзан на лето нашел себе подработку разнорабочим в местном музее а сколько тебя заплатят так ну за сегодня рублей 200 300 где-то 200 300 рублей ну да хочешь попробовать я не буду это делать родители тебе дают деньги на одежду на тусовки да просто погулять с друзьями на тусовки я не хожу на прогулку с друзьями со своих денег для меня просто это реально очень странно когда родители начинают думать что ну вот все ты начал зарабатывать 300 рублей в день теперь короче каждый день ходи откладывай и потом вот на эти деньги иди там и гуляйте своим друзьями куда хочешь ну не знаю может быть летом это еще окей но вот в обычное время когда они ходят в школу откуда он должен эти деньги находить ну понятное дело что родители ему наверняка что-то дают ну иначе это вообще это бред какой-то я не верю в это какие подарки тебе дарят родители например там книги или еще что-нибудь такое а мне родители дарит в принципе все что я захочу ноутбук мотоцикл да не я сам хочу накопить купить сам у меня даже дома своя студия звукозаписи есть серьезно да ты пучас его к с не только своей гитаркой да я еще записываю свои треки и пишу музыку ух ты а в каком стиле в основном это хип-хоп рэп ну а так мне нравятся многие жанры мне кажется в какой-то момент было бы так неловко типу это все рассказывает подарили тебе родители столько всего ты видишь то что перед тобой мальчик которому книжки дарят на день рождения и ты продолжаешь продолжаешь это где еще мопед подарили а еще мне подарили это вот то подарили и это и что другой мальчик должен сказать на это ну и ему скорее наверное грустно станет от того что у него этого нету его родители не могут позволить себе такое все оставшееся время данзан работал а кости читал ему свой рэп о давай кругом вижу стиле он соус как лечь один на один сне заперта вечно музыка дала мне силы теперь двигаюсь дальше зачем это лень так я думал про деньги сейчас будет про шмотки как он говорил а это что-то это жизненное какое-то про вдохновение про любовь тут это пода подаврали здравствуйте константин вячеслав сухой знакомства данзану помог на его подработки я не буду никому помогает почему я должен что-то за кого-то делать просто для того чтобы в какой-то момент до времени да нет 20 20 годам чтобы они умели делать все и строгать и пилить зачем мне этому учиться если у меня есть личный водитель гувернантка которая за меня там постирает погладит вещи личный водитель который меня довезет поменяет колесо если что-то случилось зачем мне всему учиться если я могу сделать свою жизнь проще без личного водителя например да вы поедете отдыхать и вы горите колесо спустил ну как если вы не научитесь сами это делать вы будете ждать когда приедет личный водитель возможно да действительно наверное в этом есть какой-то смысл то есть показать детям как там красить забор как-то мыть что-то надо и вот они сами этим в детстве там позанимаются потом во взрослом возрасте смогут сами сами этим это все делать ну другое дело как бы стоит ли им вообще все свое детство тратить на это постоянно все лето ходить и красить эти лавочки ну ну как подработка да норм но мне кажется дети могли бы чем-то еще более полезно например заняться в общем из этого разговора мне что понравилось то что семья все-таки говорит то что она учит детей больше самостоятельности а не тому что вот типа родителям помогать надо на прошлом видео про чада и задом не многие писали в комментариях типа а я не чё там эта семья не понравилась там вам воняешь много много вот поэтому потому что та семья они буквально сделали из своих детей таких маленьких рабов которые помогают родителям то есть родители так и говорят вот вы дети вы должны нам помогать и делать домашние дела и воспитывать сестер братьев за нас и так далее а тут родители говорят то что они хотят детей научить самостоятельности и вот это уже совсем другой разговор тут уже совсем другие у нас как бы понимаете смыслы заложены воспитание короче вообще классная семья по ходу я лично например тоже так же думал когда был тоже в вашем возрасте но со временем вот жена дети появляются надо учиться что-то делать жена дети появляются вот они за тебя все это делают я испугалась что он это скажет но не слава богу видимо кости очень сильно запустили откупается дорогими подарками деньгами вот этим вот всем о духовном о воспитании каких-то других каких-то материях да видимо забыли на самом деле я ничего плохого не вижу в таком майндсете типа вот в будущем я смогу себе все позволить я буду так круто зарабатывать и буду зарабатывать на любимом деле что какие-то обязанности которые я не люблю выполнять за меня будет кто-то другой делать и мне очень на самом деле нравится этот майндсет но я согласна с тем что в любом случае когда-нибудь там нам наверняка может понадобиться какие-то базовые вещи это реально все звучит как какой-то стереотип ты будешь зарабатывать больше миллиона в эту всех кто зарабатывать больше миллиона у них там свои личные гувернантки и которые там и убирают и готовят и все остальное им там ничего больше делать не надо только работают окажется есть столько очень обеспеченных семей которые даже не думают о том чтобы заводить там каких-то губернаток губернаток губернанток и у них там не поваров нету никого нету они сами все равно всеми делами занимаются просто может чуть меньше времени на тратит или там клининг заказывают в 1 месяц и все я перешел в 10 класс нет сначала написал математику на 2 потом пересдавал предмет по выбору английский на 5 написал одного балла до максимума не хватило это про экзамены заговорили я вот я все думаю мечта когда я вам уже там может видео когда-нибудь сниму как я сдавала егэ и огэ ну вот это огэ раньше гиа называлась у меня вообще с ним проблем не было вообще забыла что там ой ребята ребята я вспомнила тогда были даже группы с ответами группки вк были с ответами ну я конечно не списывала я это я готовилась честно честно я не вру но короче гиа как то для меня очень легко прошло а егэ это просто такая жесть когда-нибудь надеюсь видос сниму если вам очень понравится идея можете в комментариях написать я тогда пойму что он это реально интересно я точно соберусь тогда и сниму видео про егэ и про поступление в универ кстати да у меня собственная гувернантка с которой я каждый день разговаривают только на английском вот она живет у меня дома и поэтому у меня постоянно практика ну вообще я послушал как он говорит по-английски в принципе даже очень даже неплохо может он действительно не такой уж и дурачок как они его позиционируют здесь потому что но английский у него неплохой там прям говорит и значит он точно ну смышленый достаточно голова хорошо работает наверное занимаюсь я музыкой тоже самыми дорогими преподавателями индивидуально конечно а у тебя какие отношения с родителями с родителями честно иногда ругаюсь когда они дают деньги я хорошо себя веду на стану вот иди в комнатку к себе держи денежку побринчи немножечко очень грустно очень грустно а действительно наверняка же есть такие родители которые вообще не заинтересованы воспитание им вот лишь бы вот чтобы ребеночек это не мешал не буянил они там денежку дадут и все до свидания вот я каждый раз мы с кириллом вместе там гуляем видим мама какие-то угуляют со своими детьми и там они сидят в кафешке какой-то они включают ребенку что-то там посмотреть вот чтобы вот видимо не буянил вот чтобы с ребенком не общаться не пришлось вот чтобы вот ни в коем случае никак не контактировать они ему видимо дают вот эти вот смартфайта мультики на ютубчике наши каналы включают и мы с ними общаемся ладно это я шучу очень грустно такую картину наблюдать потому что вот из таких детей как раз которым дают вот эти смотреть мультики в раннем возрасте вот мне кажется и могут вырасти вот такого рода дети то есть ты хорошо тебя с ними ведешь только когда те дают деньги деньги меня очень хорошо стимулирует как по мне каждый мужчина должен сам зарабатывать свои цели мечты и так далее например если я хочу себе что-нибудь купить я иду на подработку и зарабатываю себе сам и как мне кажется так должны делать все мужчины блин ну если данзан самостоятельно вот так пришел к такой мысли но вообще молодец умничка не знаю вот данзан тоже такое приятное впечатление после оставляет вот вроде бы в другом выпуске была похожая семья где дети тоже сами зарабатывали сами там оплачивали себе свои хотелки но там это выглядело прям ну как-то торчер прям вот как какой-то концлагерь то здесь это выглядит скорее как какая-то осознанная позиция засыпать в 10 вечера кости не привык поэтому согласился на эксперимент переночевать в палатке от которого так резко отказался днем кости решил что так он сможет поиграть на укулеле будет соседям мешать на укулеле вот и зачем надо было девочку выгонять ее кроватки раз пошли на улицу спать по итогу ты когда спать лежишь только начал чем-то мешаю ночь же на дворе и что я сегодня целый день не репетировал мне нужно порепетировать а давай лучше мы завтра мы все встанем и все вместе мы послушаем как ты играешь давай лучше вот так вот сделаем хорошо мама молодец уже третий раз говорю мама просто надо супер маму дети еще это не совсем взрослые стали еще это есть там маленькие дети давайте в супер маму пора подъем дается кости непросто сказывается поздний отбой эти шизанутые дурачки в деревнях встают так рано то я в это время обычно еще только засыпаю обзываться это зачем ну а как спать на улице там уже действительно так прям солнечно и ярко утка какой-то вы как спать когда так ярко плюс еще разница во времени с москвой пять часов почему гостю нельзя было дать поспать еще хотя бы чуть-чуть вот подождите если в москве допустим 10 часов то в бурятии 15 часов то есть как бы он должен был раньше захотеть спать скорее всего захотел спать в то же время когда и засыпает москве потому что москве он ложится спать поздно не обдуришь нас это решили нас тут обдурачить а мы тут умные сидим все все поняли а тем временем марина готовит на завтрак традиционную бурятскую кашу зомба готовится из перемолотого прожаренного ячменя и теплого молока она проста в приготовлении но при этом дает сытость на весь день и укрепляет здоровья если честно выглядит как-то не очень аппетитно но я надеюсь я ошибаюсь как тут мокро чё ночью дождь был где мокро там все сухо очень сухо все и красочка открытая стоит вряд ли бы они красочку открытую оставили если бы шел дождь мне не нравится когда меня за дурочку тут держит данзан сояна чай приготовили тебе придаст силы сбодрит вкусно пахнет чё это за каша вообще такая в тарелке какой-то корм для птиц ну смысле для птиц птичкам же это просто всякое сыпят а это ну чё это жиденькое то скорее хрюшем всяким подают двери на что не домикаю зомбу кости есть не стал на бурятский чай с чабрецом пришелся ему по вкусу ну а за чаев правда спасибо он неплохо так бодрит он неплохо так бодрит неужели чай стал действительно вот переломным моментом когда он начал ценить все что у него есть станет добрее магический чай ну что ты хочешь дома сидеть все это время вон как красиво вот пойти погулять то самое но в столице бурятии улан-удэ есть местность под названием лысая гора по сути это сопка с которой открывается широкая панорама города здесь расположен дацан ринпочи бакша вау слушайте очень красиво дацан это буддийский монастырь сюда данзан часто приходит поработать но не ради заработка это даже не работа волонтерство ой ребята кстати волонтерство это прям бывает очень крутой темой я тоже дофига волонтер это очень забавно до рассказывать потому что у нас в универе был предмет где нам надо было порвать проволонтерить на трех мероприятиях чтобы получить зачет вот такая вот тема да ну когда бизнесмена филантропа все дела нам надо было учиться вот этому всему но это был такой прикольный опыт конечно не считая того что там приходилось убираться в парках но я вот на неделях моды волонтерила волонтерила там тоже на мероприятиях каких-то форумы всякие еще что-то еще что-то короче на самом деле это прикольно потому что на более такие масштабные проекты волонтеров часто берут и это такая классная возможность вообще понять что тебе нравится я вот от волонтерила сколько там 3-4 сезона на этой неделе моды я поняла что это не мое я люблю общаться с но люди на неделе моды это вот именно вот так вот как кость они и в себя и ведут вот серьезно так что волонтерство это вообще прикольно смотря где конечно то есть ты не получишь за это денег нет не получу данзан объяснил кости что внутри буддийского храма дугана нехорошо хлопать дверью шуметь шуршать топать громко разговаривать тыкать пальцами жевать держать руки в карманах в общем нужно вести себя тихо и скромно в центре дугана покрытая сусальным золотом 6-метровая статуя будды спиной к ней поворачиваться нельзя кося проявил уважение к буддийским традициям и сделал все точно так как сказал повернулся повернулся мы все видели буду увидел буду на тебя обиделся не поворачивайся спиной будет а то выстрелит еще и все служители храма предупреждены о съемках реалити и не против того или тем временем оператор все это время ходит вот так данзан я пока не понимаю какое от этого удовольствия можно получать ну ты попробуй еще у меня все только разлетается у тебя прям целая куча ну я говорю в одну сторону ну вот я про это и говорила то что классно да научиться каким-то базовым вещам как там убираться красить забор и так далее но когда это превращается в какую-то постоянную обязанность и за которую ты ничего не получаешь в этом будто бы смысла просто нет уже да возможно это учит тебя какому-то терпению выдержки но зачем терпеть то что тебе допустим не нравится мне кажется было бы больше смысла пойти потом поволонтерить в какое-то другое место где ты научишься еще чему-то более новому а так каждый день постоянно ходить и что-то там нести убираться к чему это приведет по итогу вроде что-то выходит ура молодец научился чищи мусор кучки собирать это красивенько как-то становится и тут он понял что это его призвание сначала чай теперь веничек что же будет дальше но все же классно делать добрые дела в душе как-то отзывается ну то есть когда он делал добрые дела у себя там в москве он не чувствовал ничего он же там что-то вроде бы делал наверное или вы хотите сказать что ничего не делал никаких добрых дел абсолютно там с братиком никогда не сидел не играл ничего эти редкие кадры первое доброе дело которое сделал кости тут он начал что-то понимать осознавать боже редактор этого шоу это конечно просто прикол как ты вообще отдыхаешь когда-нибудь ну да например с друзьями люблю в походы ходить как-то можно отдыхать в походе вы чего это просто это это сложно это носить рюкзаки в неделями это готовить еду как как тут отдохнешь и вообще нет я с друзьями собрался на тренировку чтобы подготовиться туристической эстафете ходу донзан не знаю что такое отдыхать либо да он какой-то отдельный вид который отдыхает действительно просто постоянно работая дело разные дела понимаю как в этом можно ходить видно вот что надели костюмы собрались на какие-то очень сложные трудозатратные дела но это конечно я со своей точки зрения рассуждаю я интровертная мне надо дома посидеть позалипать посмотреть что-нибудь там по телеку здоров привет очень приятно кости инструктор по туризму егор белявцев готовит команду донзана к эстафете туристическая эстафета это соревнование на котором команды демонстрируют свои туристические навыки такие как сбор рюкзака организация стоянки разжигание костра переправа через реку ориентирование на местности и многие другие но вот этого у меня конечно не научили они воспитали от чего я никогда не делала это я не ходила в походы ребята напишите выходили в походы как это вам для меня это прям я боюсь я боюсь животных я боюсь ходить весь день с тяжелым рюкзаком короче будто бы активный отдых такой это не для меня смотри палатка стоят просто у нее одно отверстие зашитое вот в эту серую полосу должна вставиться дугат палатку оказывается ставить и вправду сложно но егор хорошо объясняет пришло время собирать камни чтобы сюда не забор строит на так и построили китайскую великую стену или это они там пирамиды какие-то пошли строить неожиданно для всех ребята съемочной группы произошло чп костя поранил руку постарапался тренер оперативно обработал ему царапину и заодно провел постанова я не верю подождите кадры такие это с места преступления прям маньяк напал на жертву он убежал в ту сторону скорая помощь едет скорая помощь сейчас приедет быстро а тут с этой кости поранил руку а ну там видно то что вот эта царапина это я не знаю что это ну как-то неестественно прям выглядит то есть такой будто кто-то чихнул так смачно одним большим таким вот слизнем и вон она лежит на этой руке даже что-то особо и не стекает вся не знаю сложно понять давай я тебя научу как будет на английском давай играть на укулеле давай let's play on укулеле ну вообще-то не он let's play the ukulele let's play the guitar он это вот прям сразу видно что он по-русски с русского переводит ну ничего простим ему простим ладно ты можешь мне сказать как это будет на бурятском надо укулеле надо его плейлер классно что у танзана есть такие верные друзья с которыми он уже много лет знаком я бы тоже хотел таких иметь кости я не понимаю что такое у тебя же там были друзья там в клипе показывал тебя друзья были что у нас теперь это опять память стирается мы забываем все что показывали совсем хотим плохого кости сделать без друзей без добра и без всего в прошлом а дома донзана и костю уже ждет на ужин вся семья после ужина эти гэл ушел делать уроки а остальные аюшеевы решили научить костю национальной бурятской игре шагай на адан это древняя игра внесена это что зубы это кости это кости животных я так и знала кости животных это кто тут кошечка собаченька это кости барана это коровы игра в кости нас ближает кости ближе если честно немножко так поманически звучит если не в контексте слушать в центре стола выстраивается в ряд 12 косточек в положении коня игроки по очереди бросают по пять косточек они могут упасть по-разному в положении коня коровы верблюда овцы или козы если косточка упала в положении коня игрок продвигается вдоль ряда кто быстрее прошел тот победил а это типа вот знаете вот эти игры когда там карточка такая есть и там вот эти вот кружочки степс ты бросаешь кости и и шагаешь я поняла вот как выглядела первая версия вот такой вот игры прикольно в общем все я поняла записываем рецепт ребята родители в общем если ваши дети очень избалованные покупаем этот национальный бурятский чай метем в храме буддийском и играем в кости и это рецепт как перевоспитать ребенка заметил что кость изменился здравствуйте здравствуйте где вы находитесь вообще ваш ребенок в бурятии да ладно да как он в вашей семье себя ведет не ником не нужно ли нам краснеть за него ну честно говоря да мы были немного удивлены удивлены да мы как раз и надеемся что в вашей семье он увидит тот положительный пример который поможет ему измениться в лучшую сторону в отношении к родителям к семье к старшим ну вот я не знаю реально что ли родители его с ним не играли не поили его чаем не там я не знаю не просили его будто в работу выполнить там по дому еще что-то ну серьезно что ли я не знаю я в это не верю я не могу это поверить так думаю что мне надо будет от вас инструкцию получить как как общаться с костей то есть родная мама хочет попросить инструкцию у женщины которая два дня жила с костей чтобы то и объяснила как его воспитывать и как с ним общаться а что кушать буряти но у нас у мяса кушаем белая пища что не должны есть так и странный вопрос от папы все думаю там они сырое мясо что ли ездят он у меня просил пасту с креветками и он сказал он встает в два часа дня родители как вы допустили но вот этот его свободный график в учебе он привел к тому что он поздно ложится и поздно встает кстати меня в детстве прям очень приучали чтобы я рано ложилась спать меня эти если честно очень сильно раздражала потому что в 10 часов вечера если я не сплю это прямо то ругаться на меня могли чтобы я сошла в кровать спать а тут ну типа ну серьезно что ли то есть они даже не попытались ни разу не пришли к нему в комнату не сказали сыночек иди спать там хватит за компьютером сидеть не знаю пытались тоже как-то его приучить к режиму ну вот что ли ну вообще у меня просто ощущение что они даже не пытались особо потому что со временем если ты вот учишь ребенка например ну там не знаю от режим в режим войти наверное в какой-то момент все-таки он начнет входить потому что это очень много обсуждалось или вы там найдете подход как сделать так чтобы он все-таки лег спать там пораньше ну бред же он просто бредово звучит до встречи до свидания это конечно круто и все это все что они сказали они там не обсудили там переживание за сын или еще что-то но вряд ли это круто сегодня бабушки едем на сегодня но в планах бабушки ехать помочь и хозяйству у меня тоже бабушка есть вода вообще не люблю туда ездить помогать что-то обычно бабушка девушка просто подарки делают за это я люблю ты любишь только за подарки бабушку просто так бабушку ты любишь ну даже у самого богатого человека спроси у его ребенка вот любит ли он бабушку или нет но даже он бы наверняка что-то бы там сказал что да конечно люблю бабушку наверное ему было бы стыдно признаваться в том что он любит ее только за подарки насколько я себя помню мы ездим бабушка чтобы помочь по хозяйству и по дому не знаю у меня такого никогда не было мне никогда не бабушка не просила и помочь вы еще бы она попросила вообще-то не перестал общаться после завтрака вся семья отправилась к бабушке которая живет в 60 километрах от заречного в улусе хурамша бабушка слой него слова постеснял заслуженный учитель российской федерации судья федерации этноспорта при министерстве спорта республики бурятии по игре шагай на адан о это это спорт но если в бурятии это вид спорта то скоро и эти игры тоже видом спорта станут будем просто обычные косточки кидать вместо настоящих но если так то стану спортсменкой обязательно симпатичненько в деревне у бабушки работа есть для каждого кости донзану поручили наполнить бак водой этот шланг мы просовываем наружу и там соединяем со скважиной какой домик красивый прям так уютненько вот вроде бы печка вроде бы кажется избушка но как-то так все чистенько миленько очень какая семья вообще очень чистоплотная и на улицу можешь пойти поймать на давай вот и шланг что теперь с ним делать не вода воздух какой-то нет воды донзан я сейчас в лицо польется ой но это было это это было ожидаемо что вы тут говорите но вот не знала то что из этого шланга сейчас вольт вода это хлынет что же ты меня не предупредил но дураком за нас держите толсты меня не предупредил час как донзан пошел запускать воду а вячеслав решил научить костю пользоваться лопатой здесь видишь начинает вода переливаться когда поливаем вот эти помидорчики вкусные наши что справишься один думаю да ну давай когда дойдешь крикнешь меня ну неужели даже не противится уже ну как так как так ты не противишься как то что ладно мы поняли вообще все дело в чаем но горы кстати на фоне просто вообще обалденные горы и тут даже домов никаких нету сразу боли и горы мечта тоже так хочу жить костяка с нормальный парень что может он взять лопату начать работать но я же говорю он нормально он все это умеет делать все не в порядке конечно может быть чуточку избалованный но банальные вещи он делать вроде бы умеет и английским занимается уроки делать значит и музыкой занимается это наверняка тогда может короче понятно в общем все дойдем молодец но зато теперь умею копать о чем вы тут занимаетесь это я делаю она с ними ничего не делает они будто друзья такие она так смотрит на них по-милому будто уже давным-давно с не знакома пышная ароматная выпечка баба обязательное угощение бурятского стола по вкусу напоминает хворост мама делает наверно да не помню если только бабушка делает бабушка делала тоже это очень хорошо бабушка меня очень любит про ее любовь ты можешь мне рассказать как она тебя любит она мне покупает и дарит все что я захочу вот это лидер это я новый термин изучила бы когда посмотрел этот trial джонни дэп версис эмбер хэрт ну вот лидер полнейший понятно короче они все по сценарию она его прям ведет вот 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 прям вот эта проблема что бабушка только подарочки дарит вот она прям вот к этому вот к этому ведет чтобы это обсудить с ним просто лидер самим ты должен что-то делать если ты потребовал там на что-то ты взял все равно благодарить всех слушать чтобы они тебя слушали обязательно о чем ты хочешь чего ты хочешь знал и чтобы ты их тоже понимал вот тогда у вас будет очень хорошая и дружная семья но бывает так например то что у кого-то язык любви это подарки кому-то достаточно слов кому-то там достаточно прикосновение а у кого-то подарки это уже знаете но ли именно в отношениях и мне кажется тоже ну в родственных отношениях тоже это уже как такой экономический будто бы обмен но не обязательно должен что-то взамен делать иногда просто хочется кому-то подарок сделать например тебе достаточно но тут конечно да если ситуация настолько запущенная что кости наплевать на бабушку но очень печально как мне теперь быть со своей бабушкой с чего мне стоит начать скорее всего даже самого хорошего слова которое все говорят я тебя люблю бабушка поцелуешь бабушку свою и будешь думать но правда ни за что просто можно поцеловать можно говорить спасибо да то есть она его сейчас очень говорить спасибо то есть кости никогда никому не говорил спасибо в их мире кости никогда в жизни не говорил спасибо не бабушки не родителям не друзьям не еще кому-то и сейчас его учат говорить спасибо я не могу просто это очень увлекательно, но так тупо. Как ты думаешь, получится тебе? Да. Получится, конечно. Почему не получится? У всех получается. Как с четырехлетним ребенком просто. Ну что это такое? Я не верю в эту ситуацию, потому что там все это время летали мухи. И мне кажется, даже самый непридирчивый человек бы поинтересовался, а что тут мухи делать? Может, это от мушек как-нибудь избавимся? А он ничего не сказал вообще. Ему пофиг, он мух даже не увидел. Настолько подобрел, настолько вообще стал разумнее, что не увидел мух. Бабушка осталась на кухне жарить боба, а Марина с Донзаном и Костей занялись реставрацией ее любимого кресла. Оказывается, Костя понимает, как пользоваться какими-то простыми инструментами. При хорошем подходе, при хорошем наставнике, мне кажется, Костя все сможет сделать. Да, мы уже все поняли. Мы все поняли, что Костя на самом деле все умеет. О, какие молодцы! Понравилось вам? Да. Так. О! Как хорошо. Пришло время попробовать угощение, которое бабушка готовила вместе с Костей. Костя и Донзан приготовили сюрприз для Саржеме Байртуевны. Накануне вечером ребята вместе сочинили рэп и решили подарить свое творчество бабушке. Порошок классный сыр. Лопа! Читаем рэп! Эта поездка изменила меня очень. Я стал порядочным и чутким. Тусовки не в приоритете больше. Шмотки, деньги, тачки. Это все осталось в прошлом. Теперь мысли о другом. Донзан расскажет больше. Таежно-озерная степная поменяла его. Я расскажу об этом вам, как никто другой. Ты стал хозяйством, и мне это видно. Осталось сделать так, чтобы родителям не было обидно. Лейбл мне не нужен, мне не нужен водитель. Я хочу существовать, как простой обычный житель. Лейбл мне не нужен, мне не нужен водитель. Буду все время помогать. Прости меня, родитель. В лице у него все еще. Ну, про лейбл это я погорячился, конечно. Лейбл еще нужен, но в остальном да. Тем более еще бабушке подарить песню, это просто замечательно. Просто эта песня даже не про бабушку, а просто вот про их общие выводы. Мне лейбл больше не нужен. Спасибо, бабушка. Наступил четвертый день пребывания Кости Солодкова в семье Аюшеевых. Марина и Вячеслав готовятся к Костиному отъезду. Они ему там чаев наготовили. Вдруг реально все дело в чай, они ему там это пакетики кладут. Ну, домой приедешь, ты это сразу весь не пей. Растяни так, чтобы лет так на пять хватило. Сегодня у Кости у нас уже уезжаешь, да? Когда меня только привезли сюда, я думал, что уже на следующий день я сам куплю билеты и улечу в Москву. Ааа. Но на самом деле я что-то вошел во вкус. Плюс эта деревенская жизнь даже чем-то привлекает. Ааа. Как быстро можно переучиться. Вот бы реально все в жизни так работало, ребят. Зажили бы. Мы тебе приготовили вот такой вот подарок. Ого. Чай, чай. Там внутри собраны. Там внутри собраны специи для чая. Чтобы ты родителям заварил чаю. И чтобы они почувствовали дух бурятия. Это для родителей. Нет, я поняла, короче. У них есть чай, чтобы дети становились умницами, разумницами. А есть чай, знаете, который деньги это вытаскивает из людей. Наверное, это чай, они там подложили. Ааа. Будут себе денежки перетягивать. Или нет, это чай, чтобы перевоспитать родителей. Вот. Я тоже считаю, что главные люди здесь для перевоспитания это родители. Я вижу, как тебе понравилась укулеле. Вот поэтому я хочу ее подарить тебе. Ого. Спасибо тебе большое. Прям прям не ожидал. Я очень благодарен всей большой семье. Не только Донзану и его родителям, но и бабушке в том числе. Как он здоровается, прощается за эту руку. Там же огромная царапина. Все, давайте с родителями пообщаемся уже. Привет, Соня. Привет. Ты куда едешь? Еду в аэропорт, обратно лечу. Он говорил, что ему не нужны водители, но при этом его в аэропорт везет водитель. Он не сходится. Хочу извиниться за то, что я вел себя по отношению к вам как-то неправильно, неуважительно. Мне даже как-то неприятно стало быть таким человеком. Когда я приеду в Москву, я обязательно приду к своей бабушке с дедушкой и первым делом обниму их. Я не могу, это шоу, это просто. Вот есть как бы два логичных объяснения тому, как получилось так, что человек изменился за 4 дня. Либо он очень хорошо играет, либо изначально он был не такой уж плохой. Ну, я думаю, вы без меня это все понимаете. Ой. Пишите ваше мнение в комментариях, как вам этот выпуск. Хотите ли вы еще реакции? Ну, да, если хотите еще реакцию на Чадо и Задо, то давайте наберем 40 тысяч лайков. И я выпущу следующую серию. Всем спасибо за просмотр. Пейте чай, убирайтесь почаще и обязательно играйте в кости бурятские. Вот, все. Всем тимок. Субтитры сделал DimaTorzok